Пошли, 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 пошли. Сегодня этих людей не узнать. Хозяйственный, открытый, активный и взгляд. Совсем другой взгляд на все, что их окружает. Их вытащили почти со дна, вернее им помогли оттуда выйти, а дальше они уже сами. Своими стараниями и приобретенной верой. Алексей зимой оказался на паперти. Профессиональный массажист, у которого от пациентов не было отбоя, стал на путь алкоголизма. Опустился до бомжеваний и попрошайничества. Не смог человек справиться с жизненными трудностями, не хватило воли. Смотришь на человека, который хлопочет по хозяйству, и веришь в это с трудом. Зерно, тут у нас картошечки немножко сварим. И будет куда? Куточкам. За семь месяцев, что он проходит реабилитацию в небольшой деревушке Графской, Алексей стал мастер на все руки. И пчеловод, и птичник, и строитель. Вот глина, солома, сено. Потом получается кирпичи, а потом будет омшанник или курятник. Люди, оказавшиеся здесь, не только ведут хозяйство, они соблюдают режим дня, молятся, то есть живут по уставу православной церкви. Все это для них в совокупности жизни на лоне природы приносит огромный результат. И работа им не в тягость. Здесь очень тихо, спокойно. Здесь далеко от мира, от суеты, от соблазнов. То есть здесь нет магазинов, в которые можно прийти, увидеть рекламу какую-то. Телевизора у нас тут нет. То есть реклама не воздействует совершенно. И зрелища всяческие, суетные, на нас не влияет. Здесь все простое, натурально. Если идет снег, идет снег, идет дождь, идет дождь. Все очень хорошо. Все растет, рождается. Живут здесь до года. Люди освобождаются от вредных привычек и выходят в мир другими людьми. Православная епархия своих подопечных не бросает. Помогает с трудоустройством, возвращает в семьи. У Тимура семьи нет, но он планирует остаться в деревне, вести свое хозяйство. И Алексей мечтает быть поближе к земле, но планирует вернуться к своей профессии массажиста. Путеглазые. Путеглазые. К роджеру ее сейчас водили. Здесь огромное количество живности. Чем-то помогают предприниматели. Какие-то вложения сюда идут с прихода. Цыплята, утята, кролики, котята и любимец всех щенок кавказской овчарки граф. А ведь начинали с ноля. Все хозяйство поднимали своими руками. Курирует весь процесс настоятель Успенского храма село Амзя, протеерей Андрей Бабушкин. Здесь он частый гость. Сегодня и мы стали гостями. Попробовали уникального майского меда из нектара первоцветов. Мед собственного приготовления. Майский. Нас встретили радушно, все показали, обо всем рассказали. Эти люди не стесняются своего положения. Они просто рады, что судьба им подарила второй шанс. Если вам или вашим близким нужна помощь, позвоните по телефону доверия, который указан на экране. Гузель Миронова, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова